Короткое видео о том, как добавить свой музон в библиотеку Final Cut. В Final Cut библиотека с музыкой находится в сайдбаре, вот здесь. Вкладка, вернее не вкладка, а такая вот панелька Sound Effect. В правом верхнем углу у нас выпадающий список всех эффектов. Есть Sound Effect всякие разные, Sci-Fi, Single, Jingle, Sport, Machine, Animals, People, Work Home, Ambience, ну и всякое разное. Ты можешь их использовать, неплохие звуки, какие-то выстрелы, я их тоже очень часто использую. Папка со звуком у меня хранится в отдельном месте, это диск Samsung T5. И да, я делал видео про Samsung T5, можно посмотреть. На ютубе ввести SSD для монтажа, и там увидишь мое видео, можно посмотреть, смотреть, ставить лайк. У меня есть папка отдельная со звуком, это папка Sound. И здесь у меня распределено. Не могу сказать, что я сильно заморачивался над структуризацией этого корневого каталога. У меня есть просто музыка для подкастов, звуки для видео, музыка для видео и музыка для свадьбы. Музыка для свадьбы у меня здесь треки, которые я практически всегда использую в монтаже свадебного видео. Хочу заметить не того видео, которое я снимаю, а видео, которое я беру на монтаж удаленно. Типовая музыка. Музыка для видео, здесь всякая разная музыка, которую я когда-то использовал. Также есть папка со звуками для видео, здесь уже немного у меня распределено. Вот у меня тут гличи, моменты, рейзеры, саунд эффект, транзишены это есть. Их используют Turkish SFX, самые популярные, эти переходы, которые когда-то были модные. Итак, что мы делаем для того, чтобы добавить папку саунд в нашу библиотеку саунд эффект. Для этого нам потребуется секретная папка на нашем компьютере. Нажимаем сочетание клавиш Комманд Т. У нас появляется новая вкладка. Здесь жмем Комманд вверх, Комманд вверх, Комманд вверх, Комманд вверх. И наш системный диск Macintosh HD. И погнали смотреть наш путь. Macintosh HD, библиотеки, здесь у нас в библиотеках аудио, Apple Loops, Apple Final Cut Pro Sound Effects. И вот она вся музыка и звуки, которые используются в Final Cut, это библиотека. Сюда мы будем переносить нашу папку. Есть два способа. Первый способ это скопировать папку саунд в папку Final Cut Sound Effects. Но это не очень удобно, потому что папка саунд у тебя может весить дохрена много. Там 200 гигабайт, и ты просто заполнишь все пространство на своем системном диске. Это неправильно. Ну и к тому же ты можешь дополнять свою папку различными звуками. Но если ты скопируешь, то дополняться у тебя она не будет. Поэтому мы делаем в компах Windows. Называется это сделать ярлык, то есть указать путь на эту папку. В Mac OS это называется создать псевдоним. Нажимаем правой кнопкой, нажимаем создать псевдоним. И вот у нас появляется папка псевдоним 2.sound. Берем ее, Command C, Final Cut Pro Effect. Вырезаем. Вырезать у нас Option Command V. Все, он перенес сюда нашу папочку. Убираем слово псевдоним. Вот эта стрелочка говорит о том, что это ярлык на ту папку. Фишка в том, что сейчас эта папка ничего не весит. И каждый раз, когда ты будешь добавлять в свою папку Sound какие-то звуки, они будут также появляться здесь автоматически. Автоматически они будут здесь появляться. Проверяем в Final Cut. Final Cut у нас появится. Она должна. Да. И вот наша папка. Смотри-ка, как удобно. Вот у нас папка Sound. И в ней у нас вся музыка, которая используется. Очень удобно. Здесь у меня есть какие-то звуки. Вот пак Панковского. Я его однажды качал, но он мне так и не пригодился. Не знаю, нужен он тебе или нет. Рекомендую делать свою подборку. Например, у меня есть подборка всяких разных Razer. Это очень удобно брать звуки прямо из библиотеки Final Cut. Помимо того, что ты берешь их непосредственно из программы, так у тебя сразу же присваиваются роли к этим звукам как эффекта. Если ты не знаешь, что такое роль, я запилю отдельное видео про это. Но это очень важно назначать музыке те или иные роли. Ну, музыке и видео. Вот в данном случае вот это у меня трек. Да, видишь, у меня эта песня, она обозначена зеленым цветом. А это у меня эффект, так я уже сказал, да, эффект Razer. Он обозначен у меня какой-то цвет. Сиреневый, бирюзовый. Бирюзовым цветом. Если интересно про роли, я расскажу. Это очень полезно отмечать дорожки ролями. А на этом все. Надеюсь, я понятно тебе объяснил, как добавить свою папку со звуком в библиотеку Final Cut. Сделай это прямо сейчас. Если тебе что-то непонятно, пиши в комментариях. Если я как-то мутно объясняю, то же поправляй меня, потому что я делаю это нечасто. И хороших тебе звуков, хороших тебе кадров. Больше снимай, больше практикуйся. На этом все. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok